Здравствуйте! И сегодня у нас с вами преддверие 23 февраля. Поздравляю вас всех с праздником! И хочу вам в честь 23 февраля сделать небольшой подарок и показать, как создаются бесшовные принты. Это один из вариантов, как это можно сделать. Сегодня мы будем с вами создавать такой стилизованный принт Кама, то есть камуфляжный. И я вам покажу, как это можно сделать, чтобы он был бесшовный, был красивый. И, в общем-то, можно это сделать в абсолютно любой версии. Вдохновилась я на этот принт, а на самом деле гуляя по улице, и встретила совершенно очаровательную парочку. Шел мужчина, у него был французский бульдог. И самое интересное, что меня поразило, мужчина был одет в куртку, на которой была защитная окраска. И бульдог был тоже одет в маленький комбинезончик, который был защитной окраски, камуфляжный. Увидев их, я на самом деле очень умилилась, очень порадовалась. И решила, что это прекрасная тема для создания тематического принта. Поскольку 23 февраля, он связан у нас всегда с военными. Неизменно это не просто мужской день, это как бы военный праздник. И вот такое вот сочетание у меня получилось в голове. То есть, в общем-то, есть какая-то тема и про собак, есть тема какая-то военная. И вот решила я ее объединить. И сейчас вместе с вами мы создадим принт. На самом деле создавать его достаточно просто. Что мы с вами сделаем? Я создала новый документ. У меня есть монтажная область. Вот это важно, обратите внимание. Размер монтажной области у меня 150 на 150 мм. Вот этот параметр надо обязательно запомнить. Потом у меня есть две цветовые гаммы, которые у меня вынесены сюда отдельно. И есть набор векторных элементов, с которыми мы, собственно говоря, будем работать и с которыми будем создавать принт. Давайте с вами начнем. Начну я достаточно банально. То есть, мы берем какой-то элемент, размещаем его и заливаем его каким-либо цветом. И сейчас мы будем вот этот наш с вами прямоугольник полностью заполнять разными элементами для того, чтобы создать эффект кама принта. Значит, еще одна у меня лапочка есть. Сейчас я буду просто насыщать. Желательно, те элементы, которые вы отсюда берете, то есть я их копирую. Не то, что я взяла элемент какой-то, да, и его просто перенесла. То есть вы видите, они у меня в черном свете все остаются. А сюда я копирую элементы, меняю их направление какое-то. И сейчас вот их буду постоянно друг на друга накладывать. Значит, смотрите, если вы создаете бесшовный принт, то, как правило, у вас получится, что ваш элемент, он должен выходить за границу и потом дублироваться. То есть чтобы вы могли создать его бесшовным, чтобы не было этого момента. То есть смотрите, если я сейчас вот сюда поставлю, то оно мне потом окажется здесь. То есть когда у меня сдублируется, это будет не очень здорово. Поэтому нужно обязательно очень внимательно думать о том, в каком месте у вас что расположено. Это достаточно такая сложная работа, требующая большого внимания и концентрации. Поэтому если у вас возникает потребность создания бесшовного принта, подходите к ней осознанно и нелегкомысленно. В общем, смотрите. Первый элемент у меня пошел, и сейчас на его примере я расскажу. Он у меня вылез за границ монтажной области. Как мы помним с вами, то что монтажная область у меня равна 150 мм. У меня есть ось Х, есть ось У. Вот они у меня сверху. И к верхней оси У, вот к этой, я сейчас прибавлю, нажму плюс, 150. Нажму Enter. Видите, у меня отскочило. Значит, что я беру? Делаю Ctrl-C, Ctrl-B. То есть я скопировала и скопировала на нижний слой. И добавляю 150 мм. Скопировалась ровно на 150, ровно на размер моей монтажной области. Поэтому, когда она у меня будет копироваться и дублироваться, вот эта вот линия, она четко мне состыкует два эти объекта. Это очень важно. Обязательно на это обращайте внимание. Так, далее рисуем следочки. То, что я сейчас делаю, то есть я просто копирую элементы, чтобы они у меня максимально заполнили. Но вот этот момент вылетов, он очень принципиальный для бесшовных принтов. Если вы его не учтете, то бесшовного принта будет добиться очень и очень сложно. И выверять его постоянно, это очень большая ненужная головная боль. А таким образом вы можете избежать. Опять, смотрите, у меня получился элемент. Сейчас я его... Можно даже вот так его сделать, чтобы был максимально бесшовный. Сейчас мы его зальем цветом. И, значит, смотрите, этот элемент мы будем двигать по оси Х. Соответственно, копирую, вставляю на то же место и по оси Х добавляем 150 мм. Почему 150? Размер монтажной области 150, и я прошу его подвинуть мне ровно на 150. Здесь мы будем двигать с вами по оси У. Опять копирую, вставляю. Ctrl-B. Так, по оси У. Только здесь нам нужно с вами будет сделать минус 150 мм, для того, чтобы оно наверх пошло. Потому что если вы дадите плюс, оно пойдет вниз. Если вы дадите минус, оно пойдет наверх. Так же, как здесь, если вы по оси Х дадите плюс, пойдет направо, дадите минус, пойдет налево. Но один раз сделайте, если вдруг где-то ошибка будет, поймете, как и почему происходит. Так, продолжаем заполнять наш с вами принтик. Смотрите, чтобы цвета красиво распределялись. То есть здесь, по сути, по своей, такое полное творчество. Как хотите, так и делаете. Сейчас мы сделаем лапку. Так же и последовательность. То есть я могу вот это на задний план. Почему мне понравилась идея со следами, и почему я хочу ее реализовать в жизнь? На мой взгляд, они в принципе создают очень похожие ощущения от того, что мы видим в камуфляже. Просто должно быть достаточно большая насыщенность и достаточно большое наполнение. Сейчас, если я сделаю большое количество слоев, то вы увидите, что я имею в виду. Это, в принципе, будет ощущение, как будто бы есть какая-то дорожка, и по этой дорожке прошлось много-много-много собачек всяких разных. Вот ее затоптали, и получился такой вот камуфляжный эффект. Притом следы специально делаю разного размера, для того, чтобы казалось, что гуляли разные животные. Сейчас мы их друг на друга положим, и получится такое прекрасное разнообразие. Опять же, не нужно бояться класть как-то их неровно, ни на место. Так, этот объект я создала. Копирую. Обязательно, как только у вас произошел вылет, сразу копируйте наверх. Если вы потом будете двигать этот фрагмент, то он должен подвинуться будет и сверху. Вам нужно его будет обязательно выделить. Это ось Y минус 150. Скопировали. Так, ну, наверное, мне нужно еще пару пятен больших поставить, чтобы у меня было побольше заполненности. Сейчас мы поставим пятнышко сюда. Вот, смотрите, ставлю большое пятно, которое у меня будет вылетать по двум фронтам. Наверное, поставлю я его зеленым цветом и уберу на задний план. Значит, мне нужно его сейчас скопировать по оси Y вниз. Ctrl-C, Ctrl-B вставляю на то же место и добавляю 150. Оно скопировалось. И обязательно нужно еще отразить... Сейчас вот по Y, по оси X точно так же. Еще раз Ctrl-C, Ctrl-B, потому что оно вот здесь, видите, вылезает в эту сторону, в левую, и здесь оно тоже должно будет скопироваться, иначе может получиться некрасиво и будет, ну, как бы ущемленный вариант. Так. И где мне вот здесь чего-то не хватает, да, какого-то элемента красивого? Наверное, вот у этого элемента можно поменять цвет. Обратите внимание, я выделила оба элемента. Так. Сюда хочется что-нибудь бордового такого. Так, нет, этот нельзя трогать. Так. Ставим бордо, смотрим за край, оно не вылезло. Так, и сейчас я дозабиваю вот эти вот маленькие остаточки, чтобы они у меня были все заполнены. Как вы видите, работа достаточно простая, то есть все в основном сходится к копированию, может быть, к какому-то художественному подбору, но все равно это занимает достаточное количество времени, не надо думать, что это все легко и просто, раз типа А, вот так вот можно там скопировать, и оно все закрывается. Нет, на самом деле это совсем непросто, и то, что я сейчас делаю, это я делаю просто для того, чтобы показать вам, а на самом деле, как правило, бесшовные принты требуют глубокой вдумчивости. А вот здесь вот так сделаем. Вот, отлично. Сейчас будет темный уголок, и он нам даст прям правильный оттенок, и сделаем его в обратную сторону. Вот так, наверное. Бежевый, и вот здесь вот два пятна мне необходимо заполнить. Соответственно, сюда ставлю кусочек. Тоже обязательно смотрите, на каком уровне. Это можно играться, это можно обязательно править, если вы считаете, что должно быть как-то по-другому. Так, хочу вот сюда добавить следиков. Сюда добавить пару следиков. Обязательно копируйте элементы. Бежевенький следик. То есть мне нужно сделать такое максимальное наполнение, для того, чтобы создавался эффект камуфляжа. Так, монтаж на передний план. То есть как будто много-много-много-много собачек пробежало и оставила свои следы. Так, и вот сюда. Сейчас мы вот так зелененький цвет. Опять смотрите, у меня получилась выноска. Значит, что я делаю? Я делаю Ctrl-C, Ctrl-B. Так, по оси Y мне нужно сделать минус 150. И по оси X тоже я делаю Ctrl-C, Ctrl-B. И тоже я делаю минус, потому что пойдем налево. Вот так вот раз. И все. Значит, далее я создаю прямоугольник размером 150 на 150, строго, который помещается у меня на задний план. Убираю из него фон. Фон оставим белым. Так, Ctrl-C, Ctrl-B. Копирую еще один и делаю его бесцветным. Так, теперь мне нужно осознать то, что он у меня лежит ровно на монтажной области. Видите, немножко расхождение. Сравняли. Так, что мы делаем дальше? Мы выделяем все, что у нас получилось. Всю с вами нашу красоту, включая все, что выходит за пределы. И тащим заливки. Просто перетаскиваем, больше ничего не делаем. Теперь создадим сейчас еще один квадратик. И зальем. Получаем бесшовный принт. Ну вот, на мой взгляд, не хватает сейчас этому принту какого-то фона. Сейчас мы его создадим. И, наверное, фон должен быть добавочного цвета, для того, чтобы все хорошо было видно. Так, давайте вот так. Сейчас подберем. Так, вот. Прекрасно. Еще раз выделяем. И еще раз тащим. Отлично. Вот у нас с вами получилось уже две вариации. На тему, можно сказать, собачников, но в то же время и имитация камуфляжа. Принты у нас получились абсолютно бесшовные. То есть, если я сейчас создам большего размера зону, то вы увидите, что нигде у меня нету никакого стыка. Я, конечно, могу еще дальше работать, могу дальше совершенствовать, но на данный момент, на данном этапе я довольна. Что я могу сейчас сделать, я могу выделить, попросить создать мне с него гамму. Раз, два, три, четыре. Так, вот у меня есть тоже гамма из шести цветов, из пяти. И нужно, наверное, добавить мне шестой цвет сюда. Сейчас мы добавим какой-нибудь очень темный такой бургунди. Или темно-фиолетовый лучше, я думаю, даже темно-темно-фиолетовый. Вот, тоже попросим из этого создать мне цветовую гамму. Так, и сейчас я вам покажу одну маленькую хитрость. Очень приятно. Есть такой инструментик. Перекрасить графический объект. Вот, и здесь есть несколько функций. Случайно изменить порядок цветов. Вот, смотрите, то, что у меня происходит. Я могу подбирать абсолютно-абсолютно любую последовательность. То есть цвета у меня меняются местами. Скажу окей, и у меня она добавится. А данную штучку я поменяю ей цветовую палитру. Получу абсолютно новый принт в новом варианте. При том, что самое интересное, я точно так же могу взять и попросить... Так, это яркость. Нет, это мне не нужно. И попросить, чтобы цвета у меня поменялись по порядочку. И выбрать тот вариант, который меня больше всего устроит. Но я считаю, что данный вариант самым удачный. Этот мне не нужен. А здесь, вот видите, немножечко поменялись цвета следиков. Вот так вот легко и просто можно создавать бесшовные принты. Желаю всем удачи!